Приветствую вас, друзья. Ну я так понял, что вчерашняя тема затронула, ну будем продолжать давать советы президенту, все-таки как ему быть, и советы народу, прежде всего. Потому что вчерашняя тема раз задела, значит вопросы выживания сейчас стоят очень важны. И людям надо ориентироваться, потому что вот пока мы записываем видео, а за ночь Национальный банк, правительство, комитеты всевозможные создаются. Короче, то, что я говорил, что государство усиливает свои контролирующие функции, контролирующие и распределительные функции, потому что на самом деле государство для вас ничего делать не будет. И в этот период мы наблюдаем следующее. Надо понимать, что с нами все равно будет все хорошо, мы все равно будем хорошо жить, но вы должны понять, что вам в этом государство не поможет никак. Сейчас самая главная задача, это касается военных, самое главное выжить в этой войне. Вы победите, безусловно, вы уже победите. гражданских, если вы столкнулись с трудностью, остановился бизнес, сейчас самое главное выжить, потому что выживание стало на первом месте. Когда идет такой хаос, когда вокруг вас все это гремит, самое главное это все-таки спокойствие и выживание, потому что вокруг происходят события, которые мы контролировать не можем. Но мы можем единственное, что предсказывать, куда это все катится. А катится, я сразу говорю о том, что государство катится к кризису. Причем это будет послевоенный политический кризис, экзистациональный кризис, кризис бизнеса, кризис всего финансов. И все равно государство придет к тому, что нужно будет меняться. И меняться оно все равно будет в либеральную сторону. То есть все равно будут идеи либертарианства проникать в общество и будут становиться доминирующими. Поэтому сейчас, что вы можете только делать, это больше изучать свободный рынок, больше понимать и наблюдать, как государство вам мешает. И это будет ваше взаимодействие с этим государством. Потому что я так понял, что они вам не помогут, а только еще больше навредят. Но параллельно с таким государством жить можно. В принципе, они не всесильны. И мы с вами можем выживать. Это показали 90-е годы, которые сейчас, к сожалению, вернулись на новой волне. И для нашего государства сейчас тоже возникла ситуация, когда ему самое главное выжить. Ну для страны. Потому что все в нашей государстве держится на гражданах. Это граждане перевозят товары. Это граждане потребляют товары. Это граждане организовали волонтерскую помощь армии. Это гражданам Украины помогает международное сообщество. И НАТО, и Америка, и Европа помогают гражданам. Оно не очень любит наше государство. И по многим отзывам сейчас международных политиков, они тоже видят порочность этого государства. И то, что в нашей стране происходит, многие вещи порочны. Но сейчас просто не время этим заниматься. И сейчас еще раз повторю, главное выживать. Поэтому выживание становится ключевым. Я часто слушаю современных философов. И вот один из них так здорово сказал, наблюдая за Зеленским, что этот человек действительно переродился. Этот человек сейчас готов за Украину умереть. Вот если раньше этого не было, когда Зеленский приходил к власти, то сейчас он так считает, что Зеленский готов умереть за свои убеждения. Но это одна из причин, почему он там не сбежал, не убежал, не стал прятаться, а именно начал действительно сопротивление на вале Путина. Поэтому, но я подумал, а ведь это плохая фраза, если президент может умереть за страну. А вот потому что, если вы дальше пофилософствуете, часто бывает, что в каком-то обществе или в каком-то месте или в какой-то стране труднее жить, чем умереть. Люди часто выбирают суицидальные настроения, что лучше вот умру, но не жить такой жизнью. Вот в Украине сейчас складывается такая ситуация, когда в ней трудно жить. Вот трудно жить по многим причинам. Из-за войны, из-за внутренней политики государства. И, конечно, я бы хотел и послание Зеленскому, чтобы, я, конечно, приветствую, что он готов умереть за это, это смотрится красиво и геройски, но хотелось бы, чтобы президент захотел жить в этой стране, чтобы он не планировал свой уезд из этой страны, чтобы после того, как это все закончилось, не оказалось так, как с другими президентами. Кучма сильно любил страну, но живет на Сардинии где-то. И вся недвижимость там. Янукович, то есть Янукович под Москвой. Лазаренко после тюрьмы где-то в Калифорнии. Короче, наши президенты, особенно их дети, очень здорово разбегаются с таких стран, как Украина. И прежде всего дети чиновников, потому что они основной класс, который зарабатывает в этом государстве. Почему я считаю, что не фамилии важны, а важны сословия и классы, которые наживаются на том государстве, в котором вы живете. Если вы живете 30 лет в государстве, в котором наживается чиновник только, и их дети, и их семьи, и потом они живут там, это значит, что это государство не ваше. Оно действительно является вашим врагом. И сегодня мы стоим у порога того, что, прежде всего, понимание. И я рад, что вот просмотры хорошо идут, люди подписываются, поэтому лайкайте. Видео заходит людям, понимание того, что государство враждебное, его надо менять. Это не значит, что мы плохо относимся к Украине. Как раз страну Украину мы все любим, поэтому мы здесь живем и во время войны. И пытаемся подсказать, в том числе, правительству Зеленскому, что делать, чтобы жить, чтобы в этой стране стало удобно жить. И многие экономисты сейчас начали прозревать. Вот там кухар, который критикует 5-10, я не знаю почему, он, наверное, не разобрался просто. Если он хочет прийти в наш эфир, то я с ним с удовольствием перед камерами смогу обсудить, а что же он так не любит конкретные цифры. Потому что даже кухар начал говорить о том, что снизьте, уберите с людей налоги сейчас. Все равно не поступают деньги в бюджет от людей. Все равно люди выживают. Ну так уберите. Это будет эксперимент во время войны. Война позволяет нам убрать с людей налоги. И посмотреть, что будет. И убрать это лет на 10 вперед. Прогарантировать то, что, кстати, обещал Зеленский. Потому что, судя по всему, в марте месяце было еще воодушевление того, что война будет незатяжная. И в марте Зеленский говорил о том, что реформы мы будем налоговые делать, то будем делать. А потом подпал под какое-то влияние и опять начал возвращаться на то, что государство укреплять. Государство, которое выгоняет деньги отсюда. А сегодня ведь надо рассматривать с точки зрения, чтобы деньги шли сюда. И вот это вот деньги шли сюда, это и есть не просто выживание, это жизнь. Я хотел бы, чтобы президент и его администрация захотели жить в этой стране. Короче, строить страну для себя. Как американцы. Попробуйте американского миллиардера достать из Америки, чтобы он куда-то переехал. Да никогда. Попробуйте заставить его вкладывать в любой части мира. Да, он будет вкладывать. Но выжимать деньги будет все равно на территорию Америки. Вот Украина именем войны может освободить своих собственных граждан от государства. От чрезмерного государственного контроля. И это просто дело. Это самая простая и самая популярная реформа за всю историю Украины. Потому что последнюю популярную реформу, я помню, это горбачевские времена, когда разрешили людям зарабатывать деньги кооперативом. И установили налог, вдумайтесь, 3%. 3%. И в то время никто не умел заниматься бизнесом, но все начали заниматься бизнесом. Что была свобода. Государство новое еще не созрело. Старое разваливалось и людям дали свободу. И класс образовался сразу. Оказалось, что миллионы людей готовы заниматься бизнесом. И вот опять же я вернусь к президенту. Это плохая мера, когда со стороны люди смотрят и видят, что президент готов умереть за родину. А мне бы хотелось, чтобы он хотел жить на родине. И дать возможность жить своим собственным гражданам. Поэтому у нас сейчас вот эта идея системы 5.10, идея либертарианства, идея финансового рая на территории Украины, она начинает крепнуть. Она на самом деле заходит в умы людей. К сожалению, идет бешеное сопротивление для меня от неожиданной публики, от бизнесменов. Они настолько привыкли химичить, они настолько привыкли по 2-3-5 счетов иметь, постоянно обменивать деньги и на этом параллельно зарабатывать. Настолько привыкли НДС мыть, что в принципе не могут поддержать ментально простую систему. 5% с продаж и 10% социального налога. И все. Все будут платить. Идея хорошо заработает, потому что через нее можно будет платить. И сегодня эта идея, оснащенная хорошими тезисами, финансовый рай для украинцев, для народа героя, вот это должно как-то внедриться в голову президента. Потому что постоянно демонстрировать, как ты страдаешь в кабинете, как страдает, так сказать, окружение, как страдает правительство, заботясь о людям. А мы ведь просим простого. Не надо о нас заботиться. Не надо нам мешать работать. Не надо нам мешать передвигать товары. Не надо нам мешать расплачиваться любой валютой. Не надо участвовать в нашей бизнес-деятельности. Вот тогда мы и на армию найдем денег. И больше в бюджет будем платить. Потому что получается так, что без нас нас женили. На этом государстве. Да, женили на этом государстве. Но сейчас во время войны четко видно, что это государство не дееспособно. Оно способно только выпрашивать деньги по всему миру, вымогать оружие, воевать. Не государство может, а армия, которая оснастила не государство, а НАТО и американцы. А государство показало свою нежизнеспособность. Оно только мешает нам. И яркий пример я вам приведу. Я сам, вот мой офис находится на улице Шелковичной. Это государство перекрыло улицу Шелковичную. В целях безопасности государства. Но государство, которое якобы служит мне, оно не подумало. Балашов, а тебе удобно вообще вот так вот? Мы тебе улицу тут перегородили. Ребята, которые здесь живут, или которые остались, или которые еще пытаются работать, ведь государство призывает работайте, платите налоги, помогайте армии. Они не могут работать, им улицу перегородили. А эту улицу не надо перегораживать. Она не влияет на обстановку на фронте. Она не влияет на безопасность администрации президента. Но это ярчайший пример, как государство мешает людям жить во время войны. Потому что, когда оно нам мешало до войны, люди как-то приспособились, выживали. В принципе, не планируя особо здесь проживать, потому что все нацелились сюда. А сейчас еще больше нацелились. И у государства самого сейчас инстинкт выживания должен сработать. Потому что само государство в опасности. Потому что, когда закончится война, люди будут помнить, а государство мне во время войны помогало, или оно имитировало бурную деятельность. Поэтому я надеюсь, что президент Зеленский с нами, с народом. И что он понимает, что надо сделать что-то для народа героя, дать ему жить. И полномочия у него есть. Первая полномочия. У него 90% поддержка. Он может нас всех одним махом освободить от налогов. Не слушая этих экономистов, которые говорят, что в бюджет денег не будет поступать. Они и так туда не поступают. Это президент может убрать западную границу, чтобы не стояли фуры. Потому что у него 90% поддержка. У него парламент весь в руках. Он может это делать. У него в конце концов хорошо выстроенная вся вертикаль. Он же всех силовиков назначает. Значит он может их заставить работать не на государство, а на сокращение государства именем войны. Сейчас во время войны легко сократить половину чиновников, которые мешают нам жить. Иначе мы никогда не сдвинемся. Сейчас уже надо президенту Зеленского превращаться в такого македонского, который рубит узлы. И сейчас основной узел это взаимодействие граждан и государства. Государство превратилось в реального врага граждан. И они его клянут везде. Они пока прославляют президента. Они пока еще надеются, что будут изменения. Но государство в виде налоговика, в виде прокурора, в виде таможенника, там где люди сталкиваются, они уже ненавидят. И эта ненависть может расшириться. Поэтому я хочу, чтобы Зеленский хотел жить. Ни в коем случае не умереть за государство. Мы все хотим жить. Поэтому сейчас вот я хотел заострить на выживание. Внимание. Я хочу задать вопрос, который часто звучит в комментариях. Александр Дубинский написал петицию о возможности выезда за границу моряков. Данилов очень жестко ответил по петиции, по выезду наших людей. Мы вчера говорили об этом. Да, я просто хочу вас спросить. Вот вопрос с петицией вообще работает в нашей стране? Это как инструмент народовластия может работать или это бесполезно? Ну когда это пишет особенно Дубинский? Который находится под санкциями США, напомню. Который сотрудничал на каналах Коломойского с Деркачем. А Деркач оказался агентом. Когда он пишет еще и петиции, я бы на его месте молчал. Потому что дискредитируется сам факт петиции. Я ничего плохого в петициях не вижу. Но дело в том, что петиции часто используют вот такие вот враги Украины, как Дубинский. Но на самом деле он не враг. Ему все равно. Ему насрать на это государство. Вот как ни крути, Дубинскому всегда было насрать на это государство. И мы были у него в эфире, когда он даже не пытался разобраться. Ему надо было идею заклевать. Ему надо было, чтобы люди не слышали. Он привык кормиться с рук олигарха. Не знаю, кто ему сейчас заказал. Его ведь тогда подвела ситуация жадность деньгам. Деркач дал денег посидеть как депутату, внедриться в «Слух народа» и посидеть на пресс-конференции, из-за которой он получил санкции. Вот Дубинский плохой пример. Но петиции, наверное, это надо. Проблема в том, что постепенно мы понимаем, что государство не реагирует на петиции. Люди просто меня часто просят подписать петиции. Я не подписываю. Никакие петиции. Я не верю в то, что они на них реагируют. Вот просто не реагируют. И причина здесь следующая. Ну, во-первых, некоторые глупые требования в этих петициях. Их очень много идет. А люди, когда читают, им нравится, что написано в петиции. Но когда ты начинаешь этим разбираться, ты понимаешь, что оно работать просто не будет. Поэтому я и не подписываю петиции. И еще это дает. Это соучастие в управлении государством. А то, что и стремится сделать государство, запутать вас. Оно говорит, так вы же пишите петицию. Это народовластие. Это не народовластие. Потому что потом государство из тысячи петиций выбирает нужную. Одни говорят повысить налоги, другие понизить налоги. Они говорят, ну, нам подходит повысить. Это же народ попросил 20. А это мы вообще рассматривать не будем. Поэтому петиции опасны для самого народа. Поэтому осторожность с петициями вроде бы как надо, но вопрос там должен быть сформулирован скорее для рекламы. То есть если вы хотите что-то отрекламировать, если вы хотите отрекламировать систему 5.10, пишите петицию про 5.10. Если вы понимаете, о чем вы видите, если вы хотите финансовый рай в Украине, пишите с требованием рассмотреть вопрос. Если вы хотите, чтобы Балашова выслушал президент 5 минут, 10-20 минут, я 500 метров от него, то пишите петицию президента, чтобы он принял его. Не надо назначать ни в коем случае. Мне не нужны должности. Просто принял и выслушал. Мне хватит 20-30 минут, чтобы президента постараться убедить. Я не знаю, смогу я убедить или нет, но постараться убедить при личной беседе. Возможно, мне удастся. То есть петиция может поднять проблематику и выставить ее на информационное поле для обсуждения, да? Но когда подписываете петицию, помните, что кто-то вами пользуется. Поэтому желательно, чтобы это была ваша идея. Если вы что-то подписываете, вы должны эту идею понимать. Иногда люди подписывают. А я подпишу, потому что мне нравится продажа оружия. А там чертенята написаны. А там, оказывается, вас запутывают 40-к петициями. Потому что государство очень ловко вот это народовластие использует. Знаешь, создают комитеты. Давайте обсудим. Давайте поговорим. А у вас хорошая слушная идея. Мы ее рассмотрим. Или напишите законопроект, мы будем рассматривать. И все это тонет там. Потому что на самом деле очень важно внедрить концентрированную идею в голову людей, президента. Правительство, в конце концов, начнет меняться под это дело. Потому что, представь себе, идея 5.10 становится народной. Политологи смотрят, подожди, такая поддержка. Надо же использовать. Давайте политическую партию 5.10 поддерживать. А президент смотрит, подожди, это же мои голоса. Завтра же голосование. Давай и я буду об этом что-то говорить. Вот так вот оно происходит, внедрение в общество. Потому что все равно идеи управляют государствами. Идеи управляют народами. Любая идея, это, кстати, мы очень здорово можем видеть на примере России. У России есть идея. Русский мир. Вот им внушили, у них болезнь большого государства. Внушили. Нас лишили территорий, Советский Союз распался, мы наследники. Надо все вернуть. Имперская сущность. И на этой идее строится весь вот этот вот русский мир. Ну давайте распространяться, давайте расти. У них на самом деле гигантомания. И от этого надо лечить. Им надо обращаться к психологам. Но мы видим, как идеи приводят к войне. Мы видим, как они делегируют людей из органов властвовать собой. Потому что, что они требуют? Ну вот, если петицию русский народ... Порядок, традиции, там, ценности патриархальные. Это все идеи. Но потом выясняется, что не всегда хорошо то, что поддерживает народ. Нам не нравится то, что поддерживает российский народ. И власть, если она настоящая политика, и вожди, которые ведут страну вперед, они не должны идти на поводу народу. Они должны народу объяснять, что вот так для вас будет лучше. Я уверен, что когда Джефферсон писал декларацию независимости США на основе работ Вольтера, работ просветителей Франции, я уверен, что его вся Америка фиг понимала. Что он там намолотил? Что он там понаписывал? Все люди равны. Все люди, значит, право на выгоду. Мы тут перестрелками занимаемся, отжимом территории у индейцев. Он говорит, все равны. Но отцы-основатели строили будущность. Они внедрили это. Даже вот я услышал цифру ужасную. Когда в 65-м году отменили рабство, отменили законодательный раб. Оно еще 100 лет существовало. Но идею сразу в законодательство внесли. И через 100 лет последний раб умер. Все, все стали свободны. А подписание петиции человеком не является какой-то снятием напряженности? Так же самое, как написание комментариев. Человек считает, что он уже выполнил какую-то роль, поучаствовал в изменении государства или изменения болевшего. Это манипуляция. Это чистое дело манипуляции. Давайте петицию подпишем. Успокоились, подписали. Все, молодцы. Давайте плюнем в экран все хором. Отлично. Давайте плюнули. Все, успокоились. Нет. Самое большое беспокойство для государства, это когда люди начали думать. Когда они правильно начинают думать. Не все сразу понимают. Вот там они пишут, ну там Гетманцев же злодей, чего вы не подписали? А бессмысленно. Потому что вместо Гетманса будет Бурцев. А Бурцев такой же, как Гетманцев. И потому что идеи в парламенте отмены налогов не существует. Она там не живет. Потому что люди, которые туда пришли, вот эти все из офисов олигархов, которые всунули, использовали слух народа, чтобы туда попасть, у них идеи отмены налогов не существовало. Они используют любую идею, которая помогает им попасть туда. А идея была, какая у Зеленского была идея? Свежие лица. Но это не совсем идея. Свежие лица нам надо. Молодые, не запятнанные. Ну вот тебе свежие лица, не запятнанные. Ну уже все, запятнанные. Мы только вчера обсуждали Национальный банк по поводу табличков. И вот у нас, пожалуйста, новое нововведение. Национальный банк вводит новые правила продажи валюты в обменниках. Ограничение курса, запрет рекламы, увеличение налогов и усиление контроля. Это значит о том, что они пытаются манипуляризировать рынок и забрать это все непосредственно под ведомство банка, чтобы зачистить поле? Или там все же с другими операциями? Ну да, когда... Давай представим себе картину. Свершится великая мечта Национального банка. Вообще обменные пункты исчезнут. Это идеально для чиновников. Это идеально. Люди будут искать валюту, обращаться туда. Они будут решать вопросы, выдавать бумажки. А сейчас что? Ты зашел в этот пункт, а там сидит тебе раз поменяли по черному. Раз так поменяли. Ну, люди приспосабливают. К чему это приведет? Это приведет к противостоянию. Будет отдельно Национальный банк менять валюту. Там все будут... А мы уйдем в интернет. Мы будем в телеграм-каналах менять валюту. Да, это как бы усиливает вроде бы беспокойство. Но мы очень привыкнем быстро. И на самом деле людям надо последствовать. Уходите в интернет, пользуйтесь телеграм-каналами, пользуйтесь обменниками уже в интернете. Логистика наладится. В конце концов, всегда ты найдешь, а кто тут возле дома у меня. А у тебя получится, ты в интернете. О, у меня сосед тут, великий обменчик денег. Да, но они будут... Проблема в том, вот такой ситуации, что через время возникнет потребность у ментов отбирать деньги у тех, кто меняет телеграм-каналы. И они чем займутся? Не поиском преступников. Они займутся поиском людей, которые меняют деньги. То есть на самом деле национальный банк сейчас создаст преступников. Вот я проходил там 88-й год, когда создали кооперативы. Мы долларов боялись, как огня. Я рассказывал, наверное, эту историю. Когда зашел американец мне в этот комиссионный магазин, в подвал, он говорит, я хочу это купить. Я говорю, ну пожалуйста. А он видит так, что-то там у себя посчитал, говорит, и достает доллар расплатиться. Мы говорим, нет, не-не-не-не, мы доллары не берем. Он говорит, this is a dollar. Он кричал, this is a dollar. То есть для американцев, как это они доллары не берут? А мы боялись, потому что 10 лет... Тогда еще работал уголовный кодекс. Он еще работал, тогда была статья. Он уже не работал, но у нас же избирательное право. К тебе могут применить. Не работай, этот раз заработал 10 лет. Вот через таможню все перевозили деньги, а потом решили Тимошенко убрать. 25 тысяч она везла в сумочке. Она привыкла так возить. В сумочке 25 тысяч. Через запорожскую таможню. Позвонили, говорят, а вы посадите, что у нее в сумочке. А знали. Достали. На три дня в кутузку. Лазаренко еле вытащил свою подружку оттуда. Выборочное законодательство. Не все попадутся на таможню. Ну кто-то попадется. Особенно сейчас надо осторожнее быть знаковым людям, известным. Вот их точно. Вот я поразился с Уркис вот это. Поперся через таможню. Набрал часов полный багажник. Сколько там у него? 100 часов этих всевозможных марок. Там под 25 тысяч до 200, наверное. И поперся. Ну и вот там все. Обыскали. Позор на всю страну. Тебе больше 70 лет. Тебе часы во время войны надо. Что ты творишь? У тебя там в Монако гостиницы стоят свои. У тебя там доживи нормально жизнь. Что ты крысишь уже эти часы? Нет, они вот такие. Я к чему же? Этого не обыщат, а этого обыщат. У меня у самого. Я вчера проезжаю. Меня там парень на КПП обыскивает 15 раз. Вот я ему чем-то не нравлюсь. Потому что я похож на диверсанта. Ну у меня здесь офис. Я здесь живу. Еду на Мерседесе с супругой. Супруга с собачкой. Наверное, мы очень похожи на... Обыскали всю машину. Был поиск снарядов. Я не знаю, что они искали. Обыскали всю машину. Вскрыли чемодан. А что это? А это занавески. Ой, занавески. Все. Так он еще этот парень молодой залез в машину и говорит, а об этом что? А там собачка. Собачка-диверсант. Выборочная правосудие. Потому что сегодня я еду через другое КПП. Проезжай. Это создает государство. Потому что оно не правило устанавливает. А вот, как это следователь мне когда сказал, это на мой рост суд. Если это не правда, ну это я так думаю. Если это правда, не правда, он так думает. Поэтому вот в этом опасность, конечно, государственных запретов. Потому что ты же, вот запрети тебе сейчас дышать. Или скажут, ты можешь дышать там только столько-то литров. Ну в день. Хрен не знаю, сколько я дышу. Ну если замерим. А если мы поставим под контроль. А если мы тебя заставим покупать приборчик, измеряющий дыхание. Если не дай бог надышишь за день больше. И что возникнет? Возникнут поддельные приборчики. Возникнет воровство воздуха. Это уже будет преступление. Все, что ты тут надышал нам лишнего. У нас тут война идет. А именем войны вот это они могут сделать. Поэтому государство на самом деле мешает дышать бизнесу. А воевать тоже мешает государству? Очень. Я просто хочу сказать. Да, я хочу сказать, что есть такая компания, как УКСПЕЦЕкспорт и ТЕКМОЭкспорт, которые занимались две компании, своровали 14 миллиардов гривен. Оказалось, что договора, с которым они заключили контракты, пустышки. Что у нас военная техника на территорию Украины не придет. Слушай, любой чиновник такого уровня, особенно на эти военные. Но это же военное время, Геннадий. Это защита Родины. Они приходят, где украсть? Это не важно. Война, скорее, ограничивающий фактор, что они какое-то время начинают немножко бояться. Ну, все-таки военное время, черт его знает, а вдруг начнут проверять. А потом через время они понимают. Подожди, война это возможность. Война это когда можно списать. Сейчас вот, кстати, опять же на Путине это видно. Путина развели на оружие. Ему рассказывали, что у него армия. Армия это сюда кинулась, а воевать нечем. Нет ни дронов, ни толком калибров. Не могут ничего произойти. А до этого они бравурно рассказывали, что у них все это есть. И сейчас они старые запасы. Это кто-то сказал хорошо Сунзи. Он говорит, что самое ужасное во время войны это врать. Потому что во время войны, если вы врете, вас убить могут. Ты сам себе наврал, что у тебя есть оружие, а его нет. Тебя просто убьют. То есть во время войны убивают за вранье. Но эти чиновники же не воюют. Проблема в том, что они что не воюют. Они продолжают врать. Убивают других. Убивают детей наших граждан. Потому что где-то чиновник наврал. С отчетностью, с чем угодно. Мы это видели, я всегда говорил. Не будет воевать молот, ваш знаменитый миномет. Во-первых, он взрывается. Во-вторых, он нафиг не нужен в современной войне. Не будут воевать танки. Пришло время, танки не воюют. Сейчас нужно стрелять на 40 километров и попадать в член Путину. Желательно. Но сейчас такое оружие. Попадать надо очень точно на 40 километров. И не меньше. Мы постоянно говорим о вреде чиновников. И вот у нас опять очередной встал в Рене. У нас на таможне человек брал по 150 тысяч гривен за 8 сертификатов, за вывоз зерна с Украины. Это же не проблема одного чиновника. Я продолжаю рассказывать мне эти истории. Это бесконечные истории. Просто я оформлю, что мы не изменили как раз в это все государство, не изменили правила. Поэтому люди все равно будут страдаться хоть до войны, хоть во время войны, хоть после. Абсолютно. Так вот оно и будет. Потому что... Но мы же что видим? Как государство защищает во время войны? Оно увеличивает количество контролирующих органов, количество блокпостов, количество ограничительных мер. И что оно плодит? Мы же только что об этом говорили. Оно плодит преступность. Потому что все те вещи, которые ты вчера совершал обычным образом, привычно, обмен валют, ходил перечисление, то сейчас, чтобы тебе это же перечисление, ты должен совершить несколько преступлений одновременно. Во-первых, каким-то образом выцеганить из банка деньги. Потом вложить, мы уже рассказывали, в трусы женщине. Организовать шайку женщин, которые будут ехать. У них будет это все перевозить деньги, потому что надо осуществить закупку там. Потом они то же самое с товаром делают и так далее. И все время это происходит. Как сейчас они организовали, есть новые преступники, это айтишники и люди, которые хотят выехать в рубеж. А также те люди, которые им справки делают. А также врачи, которые делают справки. Уже опять образовалась куча преступников, которых вчера не было. Государство их организовало. Так, конечно, вы организовали 8 миллионов посадили творческих людей по домам, под домашним арестом. Не даете ни работы, ни заниматься бизнесом. Эти все люди сидят день и ночь, думают, как совершить преступление, чтобы отсюда нахер свалить. Понимаете? Вот государство получается вот в таком виде. Оно плодит преступников. Мы все преступники. Все. Ну и перешел границ, преступник. А оно сейчас еще дальше уходит. Оно начинает своих граждан лишать гражданства. Ну, если вы уже так идете, то примите закон, что все, у кого второй паспорт, либо оставляют тот, либо оставляют. Я пойму. Хотя это противоречит либертарианским принципам, но это будет для всех. Но по моему разумению, либертарианец, если человек может иметь 100 паспортов. Пофиг сколько. И это вопрос неверности Родине. Люди верны Родине, могут и с американским паспортом быть, в Украине. И я думаю, что там в Америке, в Канаде, люди, которые помогают, или которые поехали добровольцами и сейчас там по полям бегают, воюют, они защищают Украину не потому, что они граждане Украины. Не потому, что они любят Шевченко. Многие Шевченко не любят солдат. И не читали его никогда. Как, кстати, не читали его и патриоты. Нечитабельно. И таким образом само государство оплодит преступник. Помнишь, как мы возмущались этому закону об албудсмене? Что появятся люди, что оно оплодило? Стукачей, которые должны стучать на людей. Одним законом оплодило. То есть куча стукачей появилась в докладе. И преступников, которые нарушают этот закон. Нахрена вы это делаете? Вы из своих граждан. Вчера он ходил, нормально все общался. А тут раз он преступник. И уже вас ненавидит. И таким же образом мы забили все информационное пространство. Где-то на три месяца. Не учили, не образовали людей. Не показывали, кто грак, как зарабатывать деньги. Мы просто показывали языковом законе. И ссорили людей между собой. И мое высказывание по телевизору образовало уголовное дело. СБУ. Потому что стукачи написали, что я же там выступал. Кнежицкий. Который у Севковича, блядь, был этим помощником десяток лет. Кнежицкий написал бдительно, что Балашов говорит по-русски и олбудсмена сказал выгонять. Написал бдительно. Эти возбудили дело. Слава богу, наверное, следователи попались нормальные. Оно не двинулось дальше. Но возбудили же дело. Это же написано там все. Они отчитались по телевизору. Опубликовали. Вот Балашов там такой сякой. И этим занималась служба безопасности Украины. Место поиска врагов в своей стране. Кнежицкий. Который работал помощником у Севковича. А Севкович оказался открытым агентом ФСБ. Или там их разведки. Закончил школу КГБ. Охренеть можно. То есть получается, что они дают оружие ФСБшим стукачам. Я же знаю, что многие партии финансировались. Патриотические партии. Оттуда из Кремля. Чтобы они с факелами ходили. Картинку создавали. Для Скобеевой. Ссорили нацию. Русскоговорящие. Да, мы русскоговорящие. Но у нас украинский выговор. Мы говорим таким русским, что нас иногда в Москве не понимают. Мне одна сделала замечание. Я с ней разговаривал. Ну и что ты ГЭ так плохо говоришь? Я говорю, так ты родилась в этом же городе. Москвичкой что ли стала? Она из Москвы говорит, исправляй свою речь. Это я считаю себя Цицероном практически. Я должен исправлять речь. Но действительно, если ты прислушаешься, у нас разный выговор. Вообще разный. Я говорю полониться. А они нет. Тогда мне, наверное, не стоит задавать вопросы о новом комитете, который создает Кетманцев сейчас. Комитет возрождения Украины. Они будут создаваться, создаваться. Их будет больше. Почему я говорю сейчас? Выживание для бизнеса. Осторожность на первом месте. Потому что вот уникальная вещь. Мы оказались в ситуации хаоса. И в этом хаосе погибнет энное количество людей. Это как лотерея. Желательно, чтобы на вас не выпала эта лотерея. Погибнет энное количество людей. Второе. Погибнет энное количество бизнеса. Он не восстановится. Даже надеется. Более того, погибнут чиновники. Я им открою важный секрет. Половина чиновников все равно не выживут. Будут хвататься, но их сожрет само государство. Потому что боливар не вывезет двоих. И в любом ведомстве возникнет вопрос. Потому что если бы Зеленский меня послушал, он бы шел бы очень простым методом. Математическим. Арифметическим. 50% чиновников функций не должно быть. А параллельно с этим 50% чиновников тоже не должно быть. И он увидит, как они начнут исчезать. И он увидит, что... Подожди, а чем они до этого занимали? Так до этого они 30 лет ничего не делали. Люди приходили в кабинет и думали, как ограбить этого несчастного, кто к ним придет. Короче, организовать так, чтобы кто-то пришел, что-то попросил. За что-то взять. Рынок создают. Это, кстати, у них называется создать рынок. Вот сейчас есть рынок справок, переехать. Рынок, быстрее проехать таможню для фур. Рынок, чего там создают они? Сейчас рынок обменных пунктов они создадут. Но у нас сейчас появилась уникальная возможность. Интернет не отключают. У нас есть рынок, в котором мы еще как рыбы в воде. Но осторожно, потому что они тоже уже в этот рынок лезут. Потому что они поняли, что надо выслеживать и делать подставы. Вот подстав надо бояться. Надо быть осторожнее. И, кстати, Италия показала в этом плане просто феноменально. В Италии очень высокие налоги. Но у них образовалось так. Ты мне ремонтируешь автомобиль, а я у тебя стригусь. Они начали продавать друг другу услуги. Я у тебя беру цветы, а я тебе лекцию прочитаю. Или книгу отдам. Или чем-то другим расплачусь. И у них очень невозможно проникнуть государству туда. На этом, кстати, держится комора до сих пор. Но государство просто позволяет это делать до какого-то уровня? Она делает вид, чтобы не замечает. Культурно они тоже не могут прекратить стригся. Потому что полицейские оказывают услугу, когда стрижется. Его, может быть, тоже бесплатно стригут, но потом меня отмажешь, чтобы у меня права с этого участка не забирали. И так далее. То есть у них образовалось, потому что культура другая у людей и состояние общества. Единственная проблема у всех этих людей, которые участвуют в натуральном обмене. Потому что государство когда-то в Италии посчитало, что это туристическая страна. Налоги могут быть высокие. И вообще мы тут не озабочены каким-то там производством. Поэтому мы примем такие законы. Но люди вот так защитились. И не перешли встать. Проблема этих людей, что они разбогатеют. Просто пока государство нас будет держать на том, что мы обмениваем валюту практически вручную, то ты же не можешь миллиард обменять. Значит, ты не будешь миллиардером. Ты не можешь миллионы обменять. У тебя начинают включаться ограничители больших чисел. Доверие. И здесь, конечно, будет повышаться порог доверия. Мы работали когда с обменником. Был порог доверия на уровне 200-300 тысяч долларов. А все, больше нельзя. Больше это просто становится страшно опасно. И менты же крутят. Они только этим и занимаются. Какие там преступники? Обменники работают. Где-то надо кого-то вывезти в лес. Так что? Вот это мы хотели сказать в пятницу. Но пятничный выпуск, чтобы было хорошее настроение, что на самом деле страна выживает прекрасно. Люди организовались замечательно. Есть проблема с государством. Но сразу говорите себе, что у нас проблема с идеями. У государственных мужей. Поэтому лайками, помощью вбивайте эти идеи в чиновников. Да. И часто государство пытается вас свалить в спор. А также экономисты, которые служат государством, на самом деле, они пытаются вас затянуть в спор. Про 5-10 не спорьте ни с кем. Вообще бесполезно. Это аксиома. Мы ушли, уже все доказано, уже все объяснило, уже все посчитано. На вопрос, а вы посчитали? Посчитали. А вы предлагали? Предлагали. А где такая система? Везде. Там, где процветание, там нет налогов. Поэтому ни с кем не спорьте. Просто пользуйтесь такими сказочными, скорее, формулами, как финансовый рай для граждан Украины. Освободить народ-герой от налогов. Освободить себя, свою семью от налогов. Дать возможность или объяснить не правительству, это бесполезно, а политическому классу в виде конкретных людей, президента, его окружения, заразить этой идеей. Заразить тем, что страны, которые выбирали путь свободы, быстро богатели. И перечислять эти страны, которые так и поступили. Поэтому зарабатываем свободу вместе. Ну, зарабатывайте. Вы лайками, я выступлениями. И мы вместе делаем большое дело. Зарабатывайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова